Всем привет! В прошлом выпуске мы рассказывали вам о шлеме LS2. Сегодня мы поговорим о куртке этой же марки. Погнали! Начнем с внешнего вида. Ну, обычный классический дизайн. Два кармана вентиляции, два нагрудных карманчика на молнии, что очень практично и удобно. Два боковых кармана и, разумеется, третий карман внутренний. И там еще спрятан маленький такой кармашек для телефона, ставший уже классикой боковые утяжки на талии на липучке Velcro. На рукавах у нас тоже две липучки Velcro и одна кнопочная утяжечка. Не знаю, насколько она будет удобная, проверим на практике. Особенно порадовал воротник с регулируемой застежкой и с плисовой подкладкой, которая, по идее, ничего не должна натерать. Продолжая тему вентиляции, посмотрим на заднюю часть куртки, на которой мы имеем два больших клапана вентиляции. И если вы любите носить спину отдельно, ну, например, как я, дайонезовскую спину одеваем, одеваем сверху курточку и вытаскиваем отсюда штатную защиту, такую легкую пенку и получаем, в принципе, достойную вентиляцию. Куча светоотражающих элементов, включая логотип LS2, как же без него. На уши ткань качественная, вроде все прошито качественно. Может ли быть китайская экипировка добротной? Это может показать только ресурсный тест. Теперь покидаем терминами, изобразить на лице ученую степень, а декларируем. Внешняя оболочка чистый плиэстер, который, собственно говоря, сделан из двух тканей. 600D Oxford и 500 на 1000D Ripstop. Чище только слеза младенца. Короче, водонепроницаемая мембрана, сетка и утепленная подкладка. В своей жизни я бы взял именно такую куртку, потому что бесит мерзнущий пингвин сзади на галерке. Судя по официальным данным, усилены плечи для защиты к истиранию. В куртке уже установлена штатная защита. Это протекторы локтевые, плечевые и также спина. Ну, так называемая пенка. Многие ее не используют. В целом, экипировка производит впечатление очень даже достойное, учитывая ее цену в 9000 рублей. Да что разглагольствовать, погнали тестить эту куртку. Гляди, что завоюет не только мое сердце, но и ваше, принимая во внимание соотношение цена и качество. Есть хорошая пословица, мы не настолько богаты, чтобы покупать себе дешевые вещи. Мы перефразируем, мы не настолько богаты, чтобы переплачивать за бренд. До встречи.